Антарктида была континентом, окутанным тайной на протяжении многих лет. В настоящее время мы все еще мало знаем об этом ледяном массиве суши, и его прошлое столь же загадочно, как и его настоящее. За эти годы мы слышали множество слухов и теорий о том, что могло произойти на континенте много лет назад. Мы слышали все, от историй о затерянной цивилизации, до теории о секретном нацистском бункере времен Второй мировой войны. Сегодня мы рассмотрим некоторые из этих удивительных теорий и узнаем, есть ли в них правда. Сообщите нам в комментариях об одной из самых безумных теорий заговора, которые вы когда-либо слышали. Кто знает, может быть одна из этих теорий попадет в будущее видео. Затерянный город Научные данные предоставили почти неопровержимые доказательства того, что когда-то Антарктида была в значительной степени или, возможно, полностью свободная от льда. Около 90 миллионов лет назад, в меловой период, когда Земля становилась намного теплее, Южный континент, похоже, был домом для густой растительности, которая приспособилась к тому, чтобы переживать до 4 месяцев непрерывной темноты. Учитывая, что большинство растений в наши дни не могут выжить без ежедневного солнечного света, это было настоящим открытием для научных исследователей. Однако идея о том, что доисторические люди когда-либо населяли Антарктиду, не слишком реалистична. Поскольку кажется, что континент почти всегда был покрыт льдом, по крайней мере, пока на Земле были люди. Конечно, возможно, что здесь жили какие-то доисторические животные, но почти гарантировано, что до недавнего времени человеческая нога не ступала на континент. Одна из самых популярных известная сторонникам теории заговора, теория ракообразных, утверждающая, что некоторые части Антарктиды, всего 12 тысяч лет назад, были полностью свободны ото льда, и люди, возможно, жили там до того, как вымерли в конце последнего ледникового периода. Фактически, фотографии, сделанные во время миссии НАСА в 2016 году, показывают руины того, что считается древним городом. Есть также видеодоказательства, которые якобы были сняты группой исследователей еще в 2002 году, которые показывают останки предполагаемого доисторического поселения людей. Однако, это видео не обязательно подлинное. На самом деле, некоторые задаются вопросом, существовала ли когда-либо съемочная группа, или видео могло быть своего рода арт-проектом или мистификацией. Еще более удивительно, что другая теория утверждает, что легенда о затерянном городе Атлантиды возникла в Антарктиде. По правде говоря, мир может никогда не узнать. База-22 Помимо веры и слухов о существовании древнего затерянного города в Антарктиде, некоторые люди полагают, что на континенте когда-то находилась сверхсекретная нацистская база размером с небольшой город. Предполагаемый форт, называемый просто База-22 или Новый Берлин, использовался не только нацистами, но и иллюминатами. По слухам, нацисты были чрезмерно одержимы оккультизмом. Мы знаем, что у нацистов было много секретных баз в качестве запасного плана, на случай, если их режиму придет конец, что, к счастью, и произошло. Одна из таких баз была обнаружена в аргентинских джунглях еще в 2016 году. Во время Второй мировой войны между несколькими странами велась гонка за землю в Антарктиде, и якобы немцы заявили, что часть континента принадлежит Германии. Туда отправили экспедицию, чтобы нанести область на карту. Они обнаружили геотермальное озеро, где якобы основали свою базу для проведения секретных экспериментов. Другой слух заходит так далеко, что утверждает, будто нацисты обнаружили там инопланетные технологии, и вскоре после этого каким-то образом вступили в контакт с инопланетянами. Теория гласит, что немцы хотели провести глубокие исследования этой технологии, и потенциально создать реальные версии НЛО, которые наблюдались в небе за десятилетия до этого. Мы не знаем, правда ли это, но думать об этом безусловно страшно. Гамбурцевские горы В 2010 году российские ученые обнаружили существование огромного горного хребта, скрытого подо льдом в восточной части Антарктиды. Считается, что Гамбурцевские горы имеют высоту более 2400 метров и погребены в восточной части континента под толстым слоем льда, который простирается более чем на 1,6 километра в глубину. Недавно обновленные изображения показали драматический скалистый пейзаж с глубокими речными долинами и текущими озерами. Ледяной покров площадью 6 миллионов квадратных километров, называемый восточно-антарктическим ледниковым щитом, покрывает горный хребет. Ученые задаются вопросом, как появились горы, и они все ближе и ближе подходят к пониманию этого удивительного явления. Горы по своей структуре похожи на Альпы, что говорит о том, что они относительно старые. Исследователи заметили магнитные аномалии, похожие на те, что обнаружены в близлежащих породах, возраст которых составляет миллиарды лет, а это значит, что происхождение гор восходит примерно к тому времени, когда континенты и субконтиненты столкнулись миллионы лет назад. Короче говоря, эти горы невероятно старые. Пирамиды В 2016 году изображения гор в форме пирамиды в центре Антарктиды стали вирусными. Многие утверждали, что они выглядят так, будто созданы руками человека и, возможно, были свидетельством древней цивилизации, которая жила в Антарктиде. Строения были найдены в хребте Элсворт в Антарктиде и привели к быстро распространяющимся слухам о том, что древняя цивилизация построила сооружение более 100 миллионов лет назад, задолго до появления наших самых ранних человеческих предков. Изображения гор в форме пирамиды можно увидеть в Google Earth. Они не являются секретом, хотя мы понятия не имеем, откуда они могли взяться. Стоит отметить, что этим предполагаемым рукотворным пирамидам как минимум 4 тысячи лет, и они примерно в 10 раз превышают высоту пирамид Гизы. Однако ученые настаивают на том, что эти предполагаемые пирамиды были созданы не древними людьми или какой-то другой формой древней цивилизации. Напротив, официальное мнение состоит в том, что они возникли естественным образом в течение тысяч, а может и миллионов лет. Мы не знаем точно, что заставило их принять форму пирамиды, но насколько нам известно, нет никаких реальных доказательств того, что они были созданы вручную. Антарктическая полынья В сентябре 2017 года исследователи сделали странное открытие, которое они назвали полынья Модрайз. Она погребена глубоко в слое льда в море Лазарева в Антарктиде. Но что такое полынья? По словам исследователей, полынья – это карман с жидкой водой из океана, расположенный глубоко в толстом слое льда. Эксперты полагались на спутниковые наблюдения и повторный анализ предыдущих данных, чтобы выяснить, как и почему образовался карман. Это было загадкой для исследователей более 40 лет. Но теперь они обнаружили, что комбинация циклонов и сильных ветров вызвала образование полыньи, смещая потоки воды в противоположных направлениях, которые трутся друг от друга и создают тепло, достаточное для того, чтобы вода не замерзла. Полынья Модрайз невероятно велика, и некоторые эксперты утверждают, что она размером с Коннектикот. Она расширяется на колоссальные 740% за месяц до того, прежде чем окончательно слиться с открытым океаном и исчезнуть. Ледник судного дня Ранее в этом году ученые, работающие на леднике Туэйтса в Антарктиде, который покрывает площадь размером с Флориду, опубликовали изображение базовой линии ледника, другими словами, место, где ледник встречается с сушей. В рамках международного сотрудничества по ледникам Туэйтса команда Melt собрала образцы и данные об этом уникальном природном явлении, которое считается одним из самых важных и опасных ледников в Антарктиде. Уникальное место, которое немногие видели и которое действительно поражает. Мы еще не знаем, что собранная учеными информация может означать для современной науки, но мы можем предположить, что это исследование бесценно и может помочь нам глубже понять историю этого невероятного континента. Вход в пещеру В конце прошлого года пользователи Google Earth обратили внимание на кажущийся неопознанным вход в пещеру на удаленном Антарктическом острове, который предположительно впервые появился в 2007 году. По всей видимости, это произошло на острове Гринвич, южном антарктическом острове недалеко от побережья материка. Через шесть месяцев после открытия предполагаемый вход в пещеру исчез из Google Earth. Сторонники теории заговора подозревают, что правительство или какое-то другое лицо скрывает темную тайну и что вход в пещеру был удален фотошопом из Google Earth, чтобы скрыть базу от посторонних глаз. Обвинения варьировались от возможного существования сверхсекретной военной базы до свидетельств утраченной древней цивилизации. Кажется, это обычная тенденция для открытия Антарктиды, но они начинают обретать смысл, если действительно о них задуматься. Пещера, представленная в Google Earth, была около 76 метров в ширину и 23 метров в высоту, что для некоторых, ожидающих судного дня, означало, что внутри могли поместиться сотни тысяч людей. Более рациональное предположение заключается в том, что природное явление, известное как снежный оползень или изменение климата, могло обнажить или накрыть пещеру. Мы действительно не знаем, тем более, что пещера исчезла. Поющий лед Ученые использовали сейсмические датчики для получения изображений шельфового ледника Росса за более чем два года. Их результаты были опубликованы в конце 2018 года, в исследовании, которое показало, что лед континента поет с постоянной частотой 5 Гц, или 5 циклов в секунду. Согласно журналу Life Science, этот жужжащий шум создается местными ветрами и зависит от таких факторов, как снег и лед на поверхности, штормы, меняющие положение дюн и чрезмерное таяние. По мнению ученых, это все равно, что играть на флейте. Это постоянный тон, который никогда не прекращается, не меняется и не уменьшается. Ведущий автор исследования Джулиан Чапут заявил, что определенные условия, такие как сильные штормы и потепление, могут вызвать незначительное изменение сейсмического гула. И слушая песню, ученые могут наблюдать и даже видеть важные изменения на поверхности, чтобы предсказать, когда рухнет ледяной покров. Озеро Глубокое Несмотря на неромантичное название, озеро Глубокое весьма особенное место. Этот изолированный водоем в Восточной Антарктиде является домом для малопродуктивной, но устойчивой экосистемы. Однако содержание соли в воде здесь в 10 раз выше, чем в крупнейших океанах мира. Такое высокое содержание соли, гарантирует, что озеро Глубокое остается текучим, хотя в самой холодной точке оно все еще достигает температуры минус 20 градусов Цельсия. Группе ученых, которые исследовали озеро в течение 18 месяцев в 2013 году, пришлось принять особые меры предосторожности, чтобы не допустить замерзания проп воды во время их осмотра. На открытом воздухе жидкость имеет тенденцию почти мгновенно замерзать, поэтому потребовалось много терпения и осторожности, чтобы не испортить образцы. А вы бы провели 18 месяцев в таком враждебном месте. Большинство животных не могут там выжить, но 4 микроскопических вида нашли способ выжить в соленых и холодных условиях озера Глубокое. Три из них – археи. Форма жизни, которая изначально считалась бактериями. Известные как экстремофилы, эти виды демонстрируют удивительную способность выживать при температурах и условиях, смертельных практически для всех других видов, известных человеку. Однако в этих условиях они не только живут, но и прекрасно себя чувствуют. Хотя это, конечно, немного натянуто, некоторые исследователи указывают на эти типы организмов, пытаясь описать, как может выглядеть жизнь на других планетах. Странная структура В 2012 году структура в Антарктиде длиной 22 километра была замечена в Google Earth и вызвала путаницу и множество споров в интернете. Это загадка, которая породила предположение о том, что структура могла быть секретной правительственной исследовательской станции, закопанной НЛО или неизвестно чем еще. Пользователи Google Earth описали структуру как неоднородный беспорядок с ярким белым пятном, которая, как предполагается, является надстройкой, одной из самых больших в этом районе. Структура настолько огромна, что ее невозможно не заметить при поиске в Google Earth. На самом деле ее можно даже увидеть из космоса. Теоретики заговора считают кистевидные отметины на структуре веским доказательством того, что кто-то явно пытался что-то скрыть. Но мы не знаем этого наверняка. Те же теоретики утверждают, что если бы мы могли заглянуть за кистевидные отметины, мы, возможно, наконец смогли бы увидеть неопровержимые доказательства существования инопланетной жизни на Земле. Или, по крайней мере, существования секретной правительственной базы. Но что вы думаете об этих удивительных открытиях? Вы когда-нибудь смотрели на Антарктиду в Google Earth? Или бывали там лично? Дайте нам знать в комментариях! Спасибо за просмотр! Не забудьте поставить нам лайк и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео!